Александр Юдин работает в Роговатовской Ниве 4 года. После окончания Белгородской сельхозакадемии он пришел в агрофирму инженером по эксплуатации и ремонту техники. Через год был назначен начальником цеха, а последние два года трудится главным инженером. Для 25-летнего мужчины стремительная карьера, которую он сделал благодаря любви к своей профессии. Раньше Александр еще увлекался футболом, сейчас, говорит, основным хобби стала работа. Я всегда более к машинам относился, и из-за этого и выбрал специальность именно инженера. На заводах-то много, карьерные, не мое, это как бы больше в сфере связан было с сельском хозяйство. Из-за этого и пошел. Александр и вырос в Роговатом, поэтому отучившись, с радостью вернулся работать в родное село. Сегодня в его видении вся движимая техника Роговатовской Нивы. Это около полусотни тракторов, комбайнов, сейлок, культиваторов, самоходных машин и КАМАЗов, а также 50 человек в подчинении. В основном все старшего возраста. Однако в коллективе молодого начальника очень ценят. Что не знаем, у инженера спрашиваем, он нам объясняет. Объяснит так и так, помогнет, что сделать. Техника пошла сложнее. Новые техники много идут. И бюлеры, и комбайны, и джандиры, и доны. Сейчас для хлеборобов самая жаркая пора. В полях круглосуточно кипит работа. А успех урожая, конечно, во многом зависит от состояния техники. В этом году Роговатовская Нива намолотила свыше 18 тысяч тонн ранних зерновых. Готовимся к уборке сои, к уборке подсолнечника, к уборке кукурузы. Я тоже считаю, должен урожай получиться очень хороший. Интересно. Большие машины, много электроники, много всяких сложных деталей. И из-за этого, чем сложнее, тем лучше. Такое рвение Александра Юдина высоко оценило руководство. Молодого инженера выдвинули на премию «Одаренность». Для мужчины эта новость стала приятной неожиданностью. Не думал никогда, что так попаду. Приятно, конечно. Заметили. Будем стараться еще выше, чтобы все с техникой было связано, чтобы ходило, не ломалось. Награду Александру и другим молодым одаренным староскольцам вручат в...